А когда-нибудь такое было, чтобы на интервью плакать? Не знаю. Флэш интервью, слезы, очень надеялись, что выйдут в плей-офф. Там эмоции совсем зашкаливают, и ты не можешь уже не сдерживаться, ничего. Чемпионат Европы был летом в Москве, и как раз Бочарова-Воронина, они, наверное, очень надеялись, что выйдут в плей-офф, но проиграли. Одна из девчонок, ну вот прям все, слезы, и не может ничего сказать. У тебя же, наверное, тоже такое было? Нет, после игр, конечно, такое бывает, да. Иногда просто садишься, когда игра заканчивается, и ты понимаешь, что ты не сделал все, что ты мог. Сделал типа этому, слезы идут, как-то от обиды, даже то, что ты подставил кого-то. Поэтому бывает грустно, и ей, наверное, тоже было тогда обидно, потому что они знали, что они могли выиграть. А не было такой ситуации, когда или ты, или твоя напарница Надежда сказала, все, хватит? Нет, такого ни разу у нас не было, чтобы мы прям все, это наша последняя игра, и мы расходимся, нет. Были ссоры, да, мы там день-два могли не общаться, просто ходили на тренировки, также тренировались, все нормально. Приходили в номер, просто молчали. Ну и потом какая-то ситуация, там, подай мне то, или подай мне еще что-то, и все, и мы начинаем заново общение. Все, а так, чтобы прям разойтись, поставить точки, не было такого. У твоей напарницы есть много фотографий с молодым человеком. У тебя, мне кажется, я листал год назад, было больше фотографий. Сейчас как обстоят дела, и вообще это твой молодой человек, или это было какое-то увлечение? Нет, у меня был молодой человек, мы с ним расстались примерно, может быть, 8 месяцев назад. Сейчас у меня другой молодой человек, но я не хочу это никак афишировать. А он из Облинска? Нет. А на твои матчи приезжает? Да. За тобой везде? Нет, он сам тоже спортсмен, и он был у меня в Москве, когда я травмировалась, и он сказал, что он больше не придет на мои игры. Он всегда только смотрел, ну, онлайн-трансляции, а вот первый раз он приехал в Москву, и, получается, он сидел на первых рядах, и я прям травмировалась, ну, прям метр от него. Он сказал, я больше не смогу, наверное, прийти. Какие мысли в этот момент, что, может быть, там, случайно подвернуло? Я приземлилась неудачно, попала в ямку, ну, понятно, произошла… Писок? Произошла, да, травма, я упала, у меня, получается, уже была травма колена правого. Когда я еще была совсем маленькая, играла еще в классический волейбол, у меня вылетел надколенник. Но я думала сейчас, вот в августе, что у меня то же самое. Я сразу, ну, взяла ногу, говорю, типа, Надь, давай, ну, медицинский. Я смотрю, как бы, колено, все, все нормально, все на месте. Получается, просто очень сильное жжение было. Пришли доктора, все сделали. Ну, мне мой доктор говорит, давай, вставай. Продолжай играть? Да, не-не-не, просто вставай. Я встала, ну, как бы, смотрю, вроде, ну, все нормально, ничего, мне не страшно, мне не очень сильно так уж прям было больно. И я пошла, иду, иду, и все, и у меня потом полностью колено, как бы, ну, вылетел опять надколенник, и все, меня вынесли с корта. И, получается, когда все, я уже травмировалась, я сидела, смотрела, поняла, понятно, что тренера были тоже все в шоке, были все в шоке. Потому что для пляжного волейбола эта травма совсем не специфична. Мы съездили на МРТ, мне сказали, что у меня просто еще отек. Еще не понятно. Да, да, и поэтому ничего еще не известно, хотя доктора уже все все знали, что у меня там было. И я, получается, пять дней тешила себя тем, что у меня крест целый, все нормально, все спокойно. Но потом я, когда съездила второй раз на МРТ, я уже вышла с МРТ, я вышла веселая, думаю, все, все нормально, я чувствую себя хорошо. Месяц, как бы, я буду в строю, я так думала. Я смотрю на своего доктора и просто понимаю, что там все, я еду на операцию. Но он был весь белый, я у него спрашиваю, что случилось. Он говорит, ну, у тебя нет 95% связки креста. Ну, и там еще куча всяких. Я поняла, что все это операция, это полгода. И все, и тогда я приехала, меня ждал, получается, молодой человек, мой папа и Надя была. Я просто смотрю на своего парня, ну, кивая ему головой, говорю, что все плохо. И я сажусь в машину, папа у меня спрашивает, ну, что там, ну, он тоже был веселый. Я правильно понимаю, да, все были веселые. Да, мы были, да, все думали, что все нормально. И потом получается, что все. Я говорю, у меня операция, и понятно, что родители очень сильно расстроились. То есть я приехала домой, я плакала, мне было очень страшно. Это была моя первая операция. Я боялась ехать куда-либо. Вообще я же делала за границей, и мне было страшно, потому что я понимала, что я буду там одна полностью. Но это было страшное время, и сейчас как бы, как я себя чувствую, как вообще нога моя двигается или еще что-то, и я рада очень сильно, что все закончилось наконец-то. Летом будет Олимпиада, а ваша пара – это первая пара, надежда нашей сборной России. Не было мысли, что все пропускаю, или нужно было сразу реабилитация, как-то там себе мысли накрутить, что все будет еще хорошо? Сейчас я тренируюсь полностью, я уверена, что я восстановлюсь до Олимпиады. У меня первые соревнования будут в апреле, 22 апреля, это будет Китай. И я очень хочу попасть на них, и я буду сейчас работать. Я и так работаю усердно, потому что мне надо, мне хочется попасть на Олимпиаду. Я не могу подвести своего напарника, с которым мы шли все эти годы вместе, потому что ей тоже очень хочется. Она меня сейчас всячески поддерживает и внушает тоже уверенность, что все будет хорошо. Получается, и Федерация, и Министерство делают все для моего восстановления, всякие реабилитации, медикаменты, тренера, еще что-то. И поэтому я чувствую поддержку со всех сторон, и мне из-за этого спокойнее, и я спокойно восстанавливаюсь. А оплата операции — это сборная России или участвовала Федерация Калужской области? Какие-то от родителей деньги? Нет, слава Богу, все прошло так, что министерство платила и Федерация. За всю мою реабилитацию я не заплатила ни единого, вообще ни единых никаких-то денег. Операция стоила дорого. Не буду говорить, сколько стоило дорого. Получается, сейчас то, что я восстанавливалась в Москве — это тоже все Федерация вместе с министерством оплачивала. Ну, ты же и понимаешь, что с тебя будут спрашивать. Я прекрасно к этому готова. Я полностью покажу, как я восстановилась и как я смогу играть дальше. Я вот честно, у меня много кто спрашивает, все, ты заканчиваешь со спортом. В 22. Да, у тебя же такая травма. Я не понимаю, я не вижу ничего такого в этой травме. Сколько футболистов травмировалось, сколько вообще людей так травмировалось. Они спокойно выходят и играют дальше. Ничего такого. Я понимаю, если... Ладно, как бы сейчас я пройду эту травму, и у меня будут какие-то осложнения, еще что-то. Да, понятно, я уйду со спортом. Но если мне это не будет никак мешать, почему я не буду заниматься? Вот сейчас, как бы я так говорю об этом спокойно. Я еще не выходила на корт, не прыгала, ничего не начинала делать. Но я понимаю, что когда я встану на корт, начну... Нет, даже не перемещение, а вот именно прыжки, вот эти вот приземления на песок. Да, мне будет страшно. Мы все знаем, что, возможно, есть в теории такой шанс, что сборная России туда не поедет. Да. Или придется ехать под нейтральным флагом. Для тебя вообще этот вопрос актуален? Я знаю, что если мы не поедем на Олимпиаду, у нас в России будут проводиться, ну можно сказать... Свои соревнования. Свои соревнования, да. Которые по цене будут, ну, такие же, как и Олимпиада. Мне хочется очень сильно попасть на Олимпиаду, но если ее не будет, и я восстанавливаюсь полностью и буду играть дальше, почему нет, почему я не смогу на следующую Олимпиаду подготовиться еще лучше. И даже отыграть, вот если в России будут проходить те же соревнования. А если это будет под нейтральным флагом? Это вообще, вот... Честно, под нейтральным флагом... Разница есть? Можно же, как наши хоккеисты, потом выйти и петь гимн. Я не смогу пока на это ответить, потому что это будет вестись и с нашими тренерами, и с министерством, и с федерацией. Мы не знаем, как это будет. Может, если мы даже захотим поехать под нейтральным флагом, нам скажут, нет, ну вы не поедете, вы будете играть, ну, например, свои тут игры, то тогда мы останемся, понятно, в России и будем играть здесь. Слушай, ты еще встречалась с президентом России? Да. С Надеждой. И я вот так сейчас подумал, что тебе нужно всего лишь примерно 7-10 матчей, чтобы встретиться с президентом. То есть вот самый легкий проход к президенту — просто 10 побед. Да, просто сыграть, съездить на Олимпиаду, просто выиграть Олимпиаду, и ты можешь спокойно пойти к президенту и поздороваться с ним за руку. Это очень легко и просто. Такой черный квадрат из людей-охранников идет, и вот кто-то там идет, мы вот так вот смотрим, пытаемся увидеть, кто там. И потом он к нам вышел, и мы так стоим, трясемся. Он потом начал просто с нами разговаривать, и мы как-то спокойно больше уже успокоились, и нормально он со всеми с нами поздоровался, за руки там. Мы сфотографировались. Все. И вон как бы все посмотрел и ушел. И мы такие… Что-нибудь про волейбол спрашивал? Да, он спрашивал, как нам песок в Сочи, как вообще, что у нас там происходит, два на два играем, как там. Он еще у нас спросил, можно ли я в своих ботинках пройду здесь по песку. Мы такие, конечно, вы тут можете все, что вы хотите вообще. Ну и у нас было, наверное, минут 15, так с ним просто поговорить где-то. То есть, в принципе, интересно, и когда уже видишь рядом президента, можно спокойно поговорить так же, как мы сейчас с тобой. Да, на самом деле, да. Не могу сказать, что там какой-то прям страх сказать какое-то слово было ему или еще что-то. Мы нормально поговорили, спокойно он там поулыбался нам, какие-то шутки шутил, так что было все спокойно и нормально. Просто что тебе бояться? Вы даете результат? Какие из вас спросы? Мы боялись, если мы сделаем какое-то не то движение, у нас вот эти люди с крыши там что-нибудь. А, то есть я думал, просто для вас сначала привели репетицию, как вы будете встречать президента. Нет, нет, у нас не было такого. Мы просто тренировались, нам сказали, все, ну, постройтесь. Да, идет. И мы вот так вот просто стоим, смотрим там, где-где, где-кто он, и все. Ты приехала в Калугу не только ради интервью, хотя ты тут бываешь очень редко. Да. Ради чего? Я здесь учусь в калужском филиале Ранхикса. Да, как бы мы спортсмены, это и все такое, но все равно надо учиться. Понятно, что дальше спорт не вечен, и дальше образование тоже надо, чтобы пойти куда-то. И поэтому вот я езжу, закрываю все свои сессии, которые я пропустила, пока есть время, пока я не очень в спорте. А там знают кто-то? Да, они на самом деле как бы знают. Я им говорила, что я в сборной России. Они, ну, помогают. Наверное, и в форме сразу заходишь в сборную России, чтобы знали все. Мы так несколько раз заходили с подругой, которая тоже со мной в молодежной команде была. Мы так специально говорили, давай оденем форму, скажем, что мы только с тренировки, прям летели сюда. Сейчас еще сборы где-нибудь поедете. Сейчас еще сборы, да, да, и мы прям вот максимально пытаемся учиться. Но они как бы помогают нам, ну, можно сказать, не так интересен спорт. Ну, как-то, можно сказать, люди, наверное, далеки от этого, ну, не очень. Но такого не было, что просто преподаватель говорит, хорошо, ну, холомина, ну, отлично, ну, играешь в волейбол. А как вот сдавать будешь? Не было таких? Нет, такое тоже было, да, но мы все свои вопросы решаем через куратора. Мы приходим, говорим, пожалуйста, договоритесь там с таким-то, с таким-то преподавателем. Нас не было, мы не можем ее выцепить. Но иногда помогают, ну, как иногда, нам практически всегда помогают. Деньги я когда-нибудь давала? Нет, деньги я никогда не давала. Я, на самом деле, очень хотела дать деньги, но мне как-то стыдно или что-то такое. Я не могу прийти и сказать, давайте я вам там заплачу. Если мне намекнут, как-то я это пойму, я без проблем. Ты постоянно в разъездах с друзьями, как обстоят дела? Раньше вот было вроде бы так много друзей, они были всегда рядом, так было все хорошо. Потом, когда я начала разъезжаться по разным странам или еще что-то, вроде бы, как бы они есть, они там пишут, ты с ними переписываешь, но потом ты приезжаешь домой и понимаешь, что у каждого уже своя жизнь. И уже нет времени встречаться, как-то раньше собираться с какими-то компаниями, да, ну, у меня есть друзья, это нормально. Кто-то живет в Сочи, кто-то, ну, сейчас в Москве по учебе. Есть в Обнинске, в которой я приезжаю, мы всегда встречаемся, всегда разговариваем или еще что-то. Но иногда, когда я приезжаю просто со сборов или еще что-то, и хочется побыть семьей, узнать, как у них дела больше, так как-то. Друзья, как бы я всегда рада с друзьями встретиться, но семья все равно на первом месте. Я всегда иду именно к семье, всегда собираемся, всегда разговариваем с ними. Я гуглил в интернете что-нибудь о тебе, нашел твой твиттер, вела ты его три месяца, если меня не изменяет память, правда, это был 2012 год, то есть тебе 14-15 лет, плюс-минус. У меня есть, ну, две цитаты, они не такие прям жесткие. В основном ты там говорила то, что сегодня я проснулась, на уроки идти попозже. Вот есть у тебя один из постов, классный учитель позвонил домой, сказала, что номером ошибся и выключила домашний. Да, да, я брала, говорила, вы не туда позвонили. Это не Халомина? Да, 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 это вы вообще ошиблись и все, и скидывала. Тренер бесчувственный урод? Если честно, я не помню уже, что там было, потому что это было настолько давно и там какие-то шарики, можно сказать, уходили у меня в моей голове. Да, иногда бывало, меня просто расстраивало, когда он там... Говорил больше занимайся? Говорил больше занимайся, мне хотелось идти гулять или там с друзьями проводить время или еще что-то. А я была все время на тренировках. Или, ну, у меня был один момент, у меня была свадьба у брата, он меня не отпустил на свадьбу к брату. Мне тогда расстроилось, у нас были какие-то соревнования, ну, такие совсем. И мне даже родители говорили, давай мы тебя привезем туда, и ты будешь просто на свадьбу у брата, а потом мы тебя отвезем туда. Это было в Туле вроде бы, ну, недалеко от Обнинска ехать. Он сказал, нет, ты поедешь с нами. Но это точно на это пост, не про этот случай. Я уже тогда была более-менее взрослой и нормально. Я к этому относилась, я понимала, что это спорт. В тот период это было очень модно, у всех практически моих друзей это было. Я думаю, да, я буду какой-нибудь там, не знаю, что-нибудь туда писать просто. Иногда даже не задумываясь, что я туда отправляла, так что это вообще позор. Я даже не знаю, не помню ни пароль, ничего, и больше я туда никогда в жизни не зайду. Три твоих любимых фильма последних? Так, я смотрела последний фильм. Сейчас у тебя времени много? В кино я была последний раз. Не помню, когда мне очень нравится Marvel, всякие комиксы и все такое. Супергерои. Да, я на них практически всегда хожу. А так, чтобы какой-то фильм суперский мне как-то запомнился или отложился, нет такого, если честно. С музыкой как обстоят дела? С музыкой я слушаю абсолютно все, вообще без разницы. Люблю 90-е, люблю новые, люблю там поп, люблю хип-хоп, вообще полностью без разницы. И слушаю то, что нравится. Отдых на пляже или путешествие в походе? Ну, больше, наверное, я выберу пляж. Ну, ты же постоянно на пляже. Ну, и все равно, полежать просто и позагорать, это другое. Это не играть на этом песке, как бы не бегать там, не падать в этот горячий песок, а просто лежать, отдыхать, и чтобы потом пойти покупаться в море, это совсем по-другому, да. Выиграть Олимпиаду 2020 и завершить карьеру или продолжить на профессиональном уровне играть до 40-45 лет? Но при этом не выиграв Олимпиаду? Да, конечно. Никогда. Прям никогда не выиграть. Вообще никогда. Ну, наверное, тогда 2020 Олимпиада. Ну, это, мне кажется, уйти красиво. Уйти красиво, да, я согласна. У нас получается Гарри Волш, которая выиграла три Олимпиады, и вот ей уже 40, ей там, может, 42 где-то примерно. И она сейчас, она сейчас играет хорошо, но она играет все равно не так, как играла раньше. И как бы я бы на ее месте, я бы уже бы ушла бы красиво, что вот у меня три золота, единственная спортсменка, которая так вот хорошо выступает в пляжном волейболе. Но она вот, она прям фанатка, она не может без волейбола. Семья, тут я подразумеваю, это, скорее всего, молодой человек, дети, свадьба или профессиональная карьера. Года через три-четыре я пойму, что все-таки пора семья и там все, надо, пока спорт. Но сейчас я выбираю спорт. Спорт на первом месте будет. Если бы ты не занималась спортом, не была в пляжном волейболе, не играла за сборную России, кем бы была Светлана Холомина? Если честно, я не очень знаю, что бы я бы сейчас бы делала, если не было бы спорта. Наверное, я бы закончила бы какой-то институт в Москве, научном отделении, работала бы где-нибудь, где я даже не могу представить, где я вот вообще не знаю, что бы я делала без спорта. Я даже не очень знаю, что я буду делать, когда я закончу со спортом. Так что пока я полностью в спорт погрузилась, и потом, что будет дальше, я уже буду думать, когда это наступит. Сейчас только спорт. Но получается, что ты сделала правильный выбор? Мне кажется, да, я сделала правильный выбор. Я себя полностью реализовываю там. Все? Нога затекла. Теперь реабилитация. Да, фу.